Девушки отдыхают Лейтенант Хорин получает приказ освободить деревню Нефедьево от немецких танков. Но как его выполнить? В измотанном постоянными боями батальоне осталось две боеспособных машины. Хорин отдает приказ командиру танка КВ-1, лейтенанту Павлу Гудзю, выдвинуться на позицию. Под прикрытием артогня танк ночью подошел к реке. С рассветом он открыл огонь прямой наводкой по немецкой бронетехнике. Восемь танков были подбиты в первые минуты боя. Успешно форсировав реку, экипаж лейтенанта Гудзя уничтожает еще два танка. После завершения задания танкисты насчитали 29 отметин на броне. Но ни один снаряд не пробил ее насквозь. Так, с помощью одного тяжелого танка КВ-1 была освобождена целая деревня. В конце 30-х годов перед руководством Советского Союза стояла задача создания новых образцов бронетанкового вооружения для Красной Армии. Это касалось как легких и средних танков, так и тяжелых. В классе тяжелых машин предстояло заменить танк Т-35. Этот огромный пятибашенный монстр по своим характеристикам уже не отвечал требованиям времени. Танковые конструкторские бюро приступили к решению этого вопроса. Первый вариант предусматривал глубокую модернизацию Т-35, но адекватных результатов достичь не удалось. Параллельно с этим разрабатывали принципиально новые машины. В 1939 году на испытания вышли три тяжелых танка Т-100, СМК и КВ. Т-100 и СМК сделали двухбашенными. В каждой башне была установлена пушка. Немного другая компоновка была у танка КВ, созданного под руководством Жозефа Котина и Николая Духова. Этот танк тоже имел две пушки, но размещались они в одной башне. После всесторонних испытаний выбор остановили на КВ. Во-первых, он был меньше по габаритам, что уменьшало вероятность попадания в него снарядов во время боевых действий. Во-вторых, КВ весил на 15 тонн меньше, чем Т-100 или СМК. Соответственно, его проще перевозить по железной дороге и в особенности по железнодорожным мостам с ограниченной грузоподъемностью. Эту боевую машину и было решено выпускать серийно. Правда, только с одной пушкой. Две ограничивали действия экипажа в башне. На вооружении танк приняли под обозначением КВ-1. Аббревиатура КВ означала Клим-Ворошилов. Тяжелый танк КВ-1. Боевая масса 47 тонн. Экипаж 5 человек. Оружие. Пушка калибра 76,2 мм и 4 пулемета калибра 7,62 мм. Мощность двигателя 600 л.с. Максимальная скорость 34 км в час. Первое боевое крещение танк КВ-1 получил в декабре 1939 года во время войны с Финляндией. В ходе этой кампании стали видны все плюсы и минусы новой боевой машины. Что касается защищенности танка, то тут вопросов у военных не возникло. Максимальная толщина броневых листов составляла 75 мм. Очень надежная защита от противотанковых орудий противника. А вот пушка танка оказалась малоэффективной против железобетонных дотов. Была срочным порядком разработана более мощная установка пушки-гаубицы. И в танк КВ установили 152-мм пушку-гаубицу. Для того, чтобы она могла успешно вести боевые действия по уничтожению дотов. Именно уже мощных оборонительных укреплений. И вот так появился танк КВ-2. Серийное производство тяжелых танков развернули в начале 1940 года на Ленинградском Кировском заводе. К началу войны выпустили 370 машин КВ-1 и около 140 КВ-2. Не слишком много на фоне стальной лавины Красной Армии. Но в то же время это были одни из новых танков. Для потенциального противника они и представляли серьезную угрозу. Единственным средством эффективным для борьбы с танками КВ в 1941-1942 году это были зенитные пушки. 88-миллиметровые, которые ставились на прямую наводку. И вот с помощью их немцы, конечно, выводили танки КВ из строя и подбивали их. А, в общем-то, эффективным средством по немецким документам было, например, остановившийся танк окружить и с помощью или гранат, или даже, как писали они в документах, двух ведер с бензином. Залезть на трансмиссию машины, вылить, поджечь. С началом войны производство танков КВ-2 прекратили. Но то небольшое количество машин, которые успели выпустить, сыграло определенную роль на полях сражений. Дело в том, что для этой пушки-гаубицы, 152-миллиметровой, зачастую не хватало снарядов. Поэтому эти танки иногда выходили в бой с ограниченным количеством боеприпасов, но одним своим видом они просто наводили ужас или панику в стане врага. И в одном из донесений, которые были представлены в начальном периоде войны, буквально в первую неделю, Гитлеру, он даже не поверил, что можно на танк установить пушку такого калибра. Он сказал, что вы, наверное, сошли с ума. Такого быть просто не может. Летом 41-го все силы Ленинградского и Кировского завода были брошены на производство КВ-1. Выпуск боевых машин в прифронтовом городе вызывал немало трудностей. Значительно снизились поставки материалов и комплектующих деталей. Конструкторам постоянно приходилось решать сложнейшие технические и технологические проблемы. Помимо увеличения выпуска, заводу также предписывалось повысить защиту КВ-1. Уже в начале июля танки с дополнительными броневыми листами стали выходить из сборочного цеха. Но такое усиление повлекло за собой увеличение массы машин. Как следствие, это отразилось на ходовых качествах и надежности. Больше всего проблем возникало с коробкой передач и сцеплением. Они довольно часто выходили из строя, и танки просто останавливались на марше, а иногда и на поле боя. Но благодаря своей броневой защите и огневой мощи высокой, они часто использовались в качестве дотов, то есть неподвижной огневой точки, и продолжали вести боевые действия. В октябре 1941-го Ленинградский Кировский завод оказался в прифронтовой полосе, и выпуск танков прекратили. Была организована массовая эвакуация на Урал. Эстафету по производству боевых машин подхватил коллектив Челябинского тракторного завода. К тому времени там уже освоили серийный выпуск тяжелых танков. Помимо основного производства, в конструкторском бюро постоянно работали над усовершенствованием КВ-1. Ахиллесовой пятой КВ-1 являлась перегруженность, скажем так, машина, а точнее избыточная броневая защита. Поэтому было решено на первом этапе просто снизить или убрать экранировку с танков КВ, ну а потом еще и доработать конструкцию коробки передач, плюс на танк КВ установить командирскую башенку для того, чтобы улучшить обзорность. И вот таким образом появляется танк КВ-1С. С это говорит о том, что танк более скоростный. С сентября 1942-го танк КВ-1С начал серийно выпускаться в Челябинске. Согласно боевому уставу бронетанковых и механизированных войск, основной задачей тяжелых танков в период Великой Отечественной войны было уничтожение живой силы и огневых средств противника, а также борьба с его танками и артиллерией. До начала 43-го танки КВ успешно справлялись с этой задачей и сохраняли свое боевое преимущество над бронетехникой вербахта. Но на фронте у немцев сначала появился новый тяжелый танк «Тигр», а чуть позже «Пантера». Для эффективной борьбы с ними боевых свойств КВ уже не хватало. Поэтому руководство Советского Союза приняло решение о создании нового тяжелого танка. Заменить КВ должен был танк ИС-1. Но в связи с тем, что танк ИС-1 еще конструктивно по ходовым своим качествам и по силовой установке не был доведен до совершенства, поэтому как временную меру было принято решение устанавливать в танк КВ-1С 85-мм пушку. И такой танк под маркой КВ-85 был принят у нас на вооружение и в количестве 148 единиц был произведен на Челябинском Кировском заводе во второй половине 1943 года. За два с половиной года войны было выпущено около 3800 танков КВ-1 и КВ-1С. В октябре 1943 года их производство было прекращено. На смену танкам Крим-Ворошилов стала приходить более совершенная боевая техника. Но несмотря на это, КВ продолжали участвовать в боевых действиях и решать поставленные перед ними задачи, освобождая территорию Советского Союза и Восточной Европы от немецких захватчиков. Даже во время разгрома милитаристской Японии в августе-сентябре 1945 года один тяжелый гвардейский танковый полк 48-й в количестве 21 танка КВ-1 принял участие и поставил победную точку в войне, второй мировой войне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok